Микс Ньюс Добрый вечер У нас сегодня Я Елена Лукьянова А Кюля Писпонин у нас в Берлине Организует вручение очень крупной Журналистской премии Я надеюсь она с нами И мы компенсировали ее отсутствие Еще двумя прекрасными блондинками Это Ольга Суконникова и Ирина Козлова И мы сегодня будем говорить У нас прошел неделю назад Всемирный латышский диктант И разразилась довольно большая дискуссия В соцсетях по поводу того Нужно это, не нужно Мы сегодня хотим поговорить об этом диктанте У нас телефон из студии 672-12-939 672-13-939 По результатам голосования У нас развалились голоса Примерно по соотношению Латышской говорящей аудитории Русской говорящей Хотя у радиоболтком В основном русской говорящей аудитории 60 на 40 Причем такой был батл Я бы сказала В голосовании Потому что колебалось от 70 на 30 И все же сегодня Остановилось на 60 на 40 У меня первый вопрос Вот в России тотальный диктант По русскому языку Организовывает государство Это государственные деньги Государственная инициатива Насколько мне известно В Латвии это совсем не так И государство К всемирному латышскому диктанту Не имеет никакого отношения Сейчас Оля мне скажет Так это или не так Почему во первых Почему государство не имеет И почему Почему Оля Суконникова Стала инициатором Организатором этого диктанта В общем Насколько мне представляется Оля даже не совсем латышка Спасибо за вопрос Так как я совершенно не делю Людей на национальности Даже не важно латышка я или нет Не латышка Ну и что Я очень люблю латышский язык Я очень благодарна моим учителям Поэтому мне казалось Что если ты что-то действительно любишь Нельзя это просто брать и использовать Ты должен дать что-то взамен И вот мое взамен Это диктант по латышскому языку И вот так же можно считать Моим личным маленьким проектом Интеграции, сплочения наций И т.д. и т.п. Вот ответ вкратце А государство не имеет к нему никакого отношения Почему? Наверное это вопрос государства А не ко мне По большому счету Наверное потому что было не очень нужно И когда ты привлекаешь государство В том или ином виде у тебя Получается сразу масса новых обязанностей Ты ему должен отчитываться Оно тебе говорит как что делать А я не хочу Здесь свободная личность В свободной стране Они организуют как хочет диктант А как это оценивает народ Мы видим по результатам этого года Ну хорошо Вот у диктанта в этом году юбилей Диктанту пять лет Пять лет Оли Сукунникова Человек родившийся Выросший в Латвии Учившийся в латышской школе Организует Это вот это же трудно Это же трудно И результаты разные То есть увеличивалась аудитория за пять лет На 25% по сравнению с прошлым годом То есть сейчас в этом году Диктант написала 2054 человека Это ровно на 25% больше Это много или мало? Ты знаешь как Смотря с чем сравнивать С первым годом Когда у нас их было 700 Можно сказать что много У меня нет какой-то конечной цифры Сколько человек Могло бы его писать вообще Если мы берем население Латвии Включая те кто уехали То может быть по 2 миллиона человек Его могли бы писать Тогда цифра ничтожна Тут сложно оценивать Но я довольна своей работой И работой команды У меня теперь появилась Малюсенькая команда Я думаю что мы молодцы И будем впредь стараться еще больше Ирина А вы как считаете Вот эта частная инициатива Она хороша или нет? Ну я во-первых раскрою небольшой секрет И для Оли это возможно будет неожиданно Что эта статистика Которую вы сейчас озвучили Это то что вам действительно позвонили Зарегистрировались На самом деле На самом деле диктант писали Намного больше человек Потому что Есть люди просто заинтересованные Они не хотят афишировать Возможно какие-то страхи Они боятся Именно показать свое незнание языка Но любопытство И попробовать Написать такой диктант есть В общем-то К таким людям отношусь и я Дело в том Что в прошлую субботу Я была в университете Я сейчас Студентка В очередной раз И учусь нам преподавателя Латышского языка Литературы и латышской культуры И наша преподаватель Элита Стыкуте Она говорит Надо же В этом году Пятый раз Будет проходить Этот диктант И она говорит И я пятый год подряд В это время Постоянно на работе Со студентами И она предложила В аудитории Говорит А давайте мы с вами Напишем Ну хотя бы Маленький какой-то фрагмент Ну давайте попробуем Давайте хотя бы посмотрим Это было Во время нашей лекции И все поддержали Присутствующие В группе у нас 25 человек Да это Преподаватели Педагоги Из многих городов Латвии Они имеют Достаточно большой опыт Но преподают Не только латышский язык Они преподают И английский И немецкий И французский Да То есть это филологи Которые работают В основном в школе Ну кстати есть такие Которые только Первый опыт получают Именно Обучаются Преподаванию Да И все поддержали Эту идею Конечно же Здорово было Когда мы на большой экран Вывели вот этот Красивый зал Отсчет этого времени Красавцы актера Ой Ну Восхитительно И начали мы Никакой не подготовки Мы просто достали Листочки Да И вот Диктант Как раз Начался Во-первых Конечно Голос ведущего Да Замечательные ведущие В аудитории Мы оценили Что нам понравилось Как звучал сам диктант Вы имеете в виду Зиквыда Мухту Павелса Который сначала вел И именно Чтеца Диктора Да Билл Гауцин Чтец Да Он хорошо так И расположил Сразу Да И рассказал И мы начали писать И дело в том Что когда написали Первый абзац У нас преподаватель Спрашивает А будем продолжать И все говорят Будем Будем продолжать И мы так Написали диктант До конца Но я конечно же Поделюсь впечатлениями Да Помимо того Что мы были Скажем так Очень горды тем Что мы все таки Являемся той частью Любопытных людей Да Которые Пробуют себя Именно На этом поприще И Потом обсуждали Обсуждали И сразу Хорошо что была возможность Посмотреть Грамотность Правила написания Ну И знаете Я честно признаюсь Да Что я своим результатом Довольна Несмотря на то Что у меня Как у преподавателя С опытом Были ошибки Но в основном Это были пунктационные ошибки Но наша преподаватель Тоже писала У нее Тоже было две ошибки Но Мы потом обсуждали Она позвонила Специалисту Именно Кто преподает Синтаксис Да И Мы сразу Обсудили Знаки препинания Но знаки препинания Авторские бывают Да Да В том-то и дело Я например В русском языке Ставлю гораздо больше Чем нужно запятых Как его написать Замечательный Мику Вот это был Такой подвох Потом Ну я сама преподаватель Я часто Ругаю студентов За невнимательность И говорю Ну как же вы Вот посмотрели Ну и что вы думаете Я сама забыла В конце Вопросительного предложения Поставить Вопросительный знак Догадайте что Вопросительный знак Хорошо помню Что это предложение Начиналось С частицы Вай Ну конечно же Это вопросительное предложение Как вам название грибов Были ли такие Которые вы не знали Ну А Сейчас не вспомню Да Вот По-моему Один Возможно был Ну начнем с того Что у меня Латышский язык Не выученный У меня врожденный Я латышка По национальности Я выросла В латышской среде И владею И каждый раз Удивляюсь И думаю Вот как это Когда язык родной Даже если Он идет Из детства Откуда я знаю Эти слова Да Но У меня была Чудесная бабушка Которая Научила меня Именно Вот Не то что языку А вот этот Латышский старый Настоящий Ведь некоторые слова Которые были в диктанте Я признаюсь Мы не используем Домашнины Да Да Не слышали Невозможно понять От какой формы слова Оно образовано Да Ну А можно его просто Взять это слово И на слух Написать Правильно Ну в общем-то Там было Несколько слов Которые именно Вот требовали Такой Мне кажется Что люди С музыкальным слухом Могли бы это сделать Только Не знаю Только ли Но я знаю Что многие Не зная Слова В том числе Латыши Писали его Неправильно То есть Такие как я У которых Медведь наступил При рождении На дно ух Я от него побежала Он догнал На второй Я бы не написала Но я струсила Я струсила Дрейлюш Знаете Вот мне удалось Да Я почему говорю Я горда Потому что У меня не было Ни одной ошибки Да Вот в словах Там Знаки долготы Окончание Ни одной буквы Неправильной Все слова были написаны Правильно Вот Две запятые Поставила лишние И две не доставила Да Вот И знак этот Вопросительный Ну Так бывает Вот Да Но вот все-таки Вы получили удовольствие От диктанта Огромное Нет Не только я Вся аудитория Кто писали 25 человек Да Мы с восхищением Радовались Как дети Как дети Что нам удалось Что мы победили Да И Ну Вот это само участие Наверное Ну хорошо Вот вы 25 человек Обязательно Вы 25 человек Плюс писали Я Один человек Минус Струсила Прости Можно я скажу Еще об этом человеке Мне это кажется Очень Милым И важным Мы получили письмо Из Библиотеки Маленького городка От руководителя Библиотеки Или это называется Заведующая Она нам прислала Письмо Читательнице Которая 88 лет Она писала Диктант Слушая радио Потом принесла его На бумажке Попросила Сверить С правильным вариантом И отослать Организаторам У нее кстати Было очень мало ошибок Это ужасно мило Мне кажется Вот И все же Меня очень Расстроила Та дискуссия Которая появилась В соцсетях Что мы не будем Из принципа Писать Диктант Вот это прям Меня так сильно Расстроило Я вообще не люблю Когда кто-нибудь Что-нибудь делает Из принципа Это раз А во-вторых Что это за обиды Такие Почему мы живем В стране Которую можно назвать Ну вот таким Местом Хранение Обережение Вот этого Редкого Красивого Языка Почему Почему Так Агрессивно Некоторая часть Жителей Этой страны К этому Относится У нас один звонок Да Пожалуйста Вы в эфире Здравствуйте Милые дамы Да Здравствуйте Большим вниманием Вас слушаю Вы знаете Вот Я наверное Отвечу на этот вопрос Риторический Который вы в конце Задали Ну он не риторический Я слушаю Ну он Да Он не риторический Он имеет свой ответ Во всяком случае У меня Вы знаете Я И не латышка Я русская Я говорю на латышском Достаточно Свободно Я тоже преподаю на нем И мне кажется Еще ни один латыш Не пострадал От того Что я возможно Где-то не там Ставлю гару Или что Мне очень нравится Я очень люблю Свою страну Но у меня нет Той эйфории Которую я чувствую У вас И я вам скажу Почему Потому что у меня Два ребенка Школьника И ровно второй Год подряд Я вижу Их страдания Знаете От чего От того Что они Заваливают Контрольные Одно за одной Причем Один и другой Только потому Что не может Понять задание На латышском языке И вот у меня Эйфории нет По поводу языка И диктант Я писать Не буду Я буду помогать И учить этот язык Но вот Как-то эти годы Мне нужно пережить И я боюсь Чтобы это не откликнулось Дальше Именно Не перешло На их отношение К этому языку Понимаете Они дети Мы можем Как угодно Объяснять Находить для себя Какие-то аргументы Но это дети Он приходит Со слезами На глазах И говорит Мам Я знаю Я мог бы Но я не поняла Это задание Ребята Это второй год продолжает Вот наверное Я ответила Спасибо вам огромное Мы в следующей части Передачи Это обсудим Итак Напоминаю Телефоны прямого эфира 672-12-939 И 672-13-939 Мы возвращаемся К нашему разговору О всемирном Латышском диктанте У нас перед рекламой Высказалась Слушательница Я очень ее хорошо понимаю Потому что На самом деле Здесь у нас эйфории Нету Никакой И единственное Что я не могу понять Как связано Образование детей То что происходит На уроках Латышского языка В латышской школе И частный диктант Потому что диктант Мы пишем только для себя Тут никто нам его не навязывает У нас очень много правил В стране Которые нам навязывает Государство И Центр госязыка Но диктант С этими правилами И с государством Не связан никак Это частная инициатива И мне-то как раз Если и есть эйфория То по отношению К этой частной инициативе Вот на самом деле У нас два звонка Может быть мы одного слушателя Послушаем И потом Ирину попросим Ответьте А что у нас в школе происходит Пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте Господа Лукьянова Ключевое слово Частная инициатива А частные школы По поводу которых Вчера Конституционный суд Принял окончательное решение О запрете обучения На русском языке Частные школы Я все понимаю С вами трудно полимеровать Я вас иначе знаю С вами да Невозможно Не нет Ну с вами возможно Но вы Так это Немножко перекошенно Ориентированы Я вот вас сейчас смотрел На этой неделе На РТВА О Москве Ну у каждого Свои взгляды здесь Какие мы есть Такие мы есть Но вот у меня Одно замечание Такое ключевое Я считаю Вот если бы Эти все люди Которые Да А вот если связать Все вместе Диктант Значит идиллия Вашей студии То есть общая Картина языка Язык это тот ключевой раздел Водораздел Можно Крым вспомнить Что угодно Когда касается языка Это последнее Что За что люди стоят Насмерть И вот если Вот кажется мне Аргумент такой Очень Когда я задаю вопрос Вот этим всем Министрам Вот Конституционный суд И на это Земелы По-моему там Глава суда Да Которые принимают Ну С человеческой точки зрения Неконституционные Вообще Нечеловеческие решения Вот если бы их всех Заставили учиться В свое время В русской школе На русском языке Вот заняли бы они Эти посты И принимали бы Одни вот эти дикие Запредельно дикие Решения С которыми вы Госпожа Луфьянова Конечно же согласны Ну спасибо вам большое На самом деле Я сегодня попросила Может быть мне переведут Я еще не настолько говорю По-латышски Решение Конституционного суда Нет Я с ним не согласна Нет Я не считаю Что оно правильное В отношении частных школ И частных вузов Но я не могу Сказать более подробно Потому что мне надо Прочитать его с карандашом И найти юридические ошибки Я точно знаю Что это не финал Я точно знаю Что одна жалоба От частных школ Уже лежит В Европейском суде По правам человека И вторая Сейчас будет готовиться У нас еще не было Разбирательства По поводу частных вузов Поэтому Ну у нас сегодня Не об этом речь У нас сегодня Разговор о диктанте И мы не прокомментировали Внение первой слушательности Да Ирин И давайте попробуем Все-таки Вот что происходит Ведь я вот на этой неделе Видела письмо родителей Русских Русскоговорящих детей Выложенные В соцсетях Которые обращаются К учителям В том числе К учителям Латышского языка И просят Не обижать их детей Помогать их детям Переводить Это Это проблема И она проблема Вот у нас переход Окончательный По новым По новым требованиям Закона Будет с сентября 21 года Что вы скажете Ира Ну мы говорим Язык вне политики Язык сам Ну вот здесь получается Что язык Это главный вопрос Политики Это называется Вообще-то Профессионально Этнолингвистический Конфликт в стране Да Это другая передача Я пришла сегодня Поговорить о диктанте Который мне понравился Содержательно И не только мне А моим единомышленникам И моим сокурсницам Моим коллегам-педагогам Да Если мы будем говорить О том Как преподают Язык в школе Как детям трудно Как их завалили Контрольные работы По-моему у нас эфир 90% эфиров Радиоболком Последние недели Посвящено этой проблеме Да Это действительно Ну проблема И В одночасье Эту проблему не решить Почему люди читают книги Почему они Увлекаются Там поэзией Живеписью Музыкой Они проводят Свободное время Написание диктанта Вы правы Я вас поддержу Елена Анатольевна У нас не эйфория Мы говорим О хорошем Времепровождении Понимаете И я благодарна Ольге Которая взяла Инициативу В свои руки И предложила Возможность Поучаствовать Почему-то Почему-то Последнее время Слово Ответственность Да У людей Отсутствует В понимании В голове Дело в том Что взять на себя Ответственность Организовать что-то Это сложно Но Вы же знаете Если об этом говорят Значит Это Нужно Значит Получилось Какие-то недостатки Если и были Значит Надо их учитывать В следующий раз А у нас еще один звоночек Послушаем Слушайте Тогда о недостатках Да Да Пожалуйста Здравствуйте Вы в эфире Добрый день Александр Ну я не знаю Насколько участвовало Государство Так сказать В этом Диктате Оно не участвовало Вообще Это частная инициатива Это частных рук дела Государство Ну давайте мне сказать Ну хорошо Вы говорите Мы начали с того Что государство не участвовало Вы звоните И начинаете свой разговор С того что Вы не знаете Насколько Вот я вам повторю Не участвовало Ну продолжайте Я вас внимательно слушаю Не вопрос задаете Задать Пожалуйста Задавайте вопрос Да Как вас студенты Не знаю Терпят Трудно Это вопрос Отвечай Александр Пожалуйста Задавайте вопрос Не обязательно Государство Участвует В этом вопросе Можно сделать это все Через частные фонды Элементарно Это вопрос Так что Даже не обсуждается Александр Свяжитесь со мной Пожалуйста Мы поручим вам Частные фонды Вы нам очень поможете Если будете Волонтером диктанта В следующем году И поможете Привлечь Средства То есть частных фондов У вас тоже нет Оль Пока он Пока этих фондов У нас нет Но Отчасти Александр Конечно прав Можно заняться Привлечением Просто Ресурсы Человеческого Было настолько Мало Что чтобы Успеть Сделать Сам диктант Не хватало Времени На привлечение Фондов Кроме того По большому счету Чтобы его Организовать К вопросу Опять же О государстве Вот представь Если бы его Организовывало Государство Сколько денег Это бы стоило Не знаю Я думаю Что это были бы Какие-то немеренные Тысячи А может и миллионы У нас же все Вся организация В этом году Обошлась По-моему В 340 евро Но это то За что вообще Нельзя было Не платить Допустим Отправка ручек В города Или там Какие-то Оплаты мелких Счетов И Денег Как таковых Нам не нужно Потому что Никто не работает За зарплату Никто не работает За деньги Но конечно Если мы Привлечем С помощью Александра Какие-то Фонды Мы сможем Заказать Обширную рекламу К примеру Более обширную Мы сможем Заказать Может быть Рекламу За рубежом Завалить Весь Фейсбук Рекламой За Счет фондов А не за Обращайтесь Мы вам бесплатно Поможем Да На самом деле Я хочу Здесь подключиться Потому что Оля Рекламы Действительно Было Мало Да Есть такие Которые На следующий день Говорили Я Рассказывала О том Как Участвовала В этом диктанте Они говорили А мы Не знали А мы Не слышали Да Ну Значит Конечно Это было бы Теперь будет Из уст в уста Уже все знают Ну Сарафанэ радио В Латвии Это одна из самых Сильных Форм агитации Вообще И распространения информации Наша ассоциация Преподавателей Да Языковая Тоже Может поучаствовать Мы на сайте Выставим обязательно Информацию О вашем диктанте И предложим Поучаствовать Не только Учащимся Не только Педагогам Но и родителям Да То есть у нас Такая Почва Ваша ассоциация Я буду страшно Благодарна Если вы Поучаствуете Еще и в проверке Работ У нас это страшная Проблема Хотя у нас Есть волонтеры Но их недостаточно На то количество Диктантов Которые Присланы в этом году Я говорю О тех Которые писались В интернете Так что Если вы готовы Поучаствовать Уже в этом году Будем чрезвычайно Благодарны Ну я думаю Что откликнуться Такие Не могу сказать За всех Да И сказать Сама лично Приду проверять Приходить не надо Дома за компьютером Никуда ходить не надо Понятно Да Но скажем так Вообще слово Диктант Стало популярным Модным Пишут Географические Диктанты Да Пишут Ну вот Мы допустим Наша ассоциация Преподаватели Русского языка Литературы Отвечают За тотальный Диктант Который мы проводим Это отличная штука Которая делается На русские На российские Государственные Деньги Налогоплательные Мы совершенно Сознательно Избегали слова Тотальный Из-за его Двусмысленной Коннотации Поэтому мы Обошлись Были у нас И версии Тоталайс Но нет Отказались Чтобы Чего не вышло Чтобы никто Себя не почувствовал Обиженным Надеюсь Что это правильно У нас еще один Звоночек Давайте послушаем Здравствуйте Вы в эфире Здравствуйте Ну Несмотря на то Что Малатийское государство Сделало все Чтобы Два слова Латышский язык Вызывали Русское Личное Часть Населения Инициатив Вот Я Очень Позитивно Отношусь Вашей Инициативе Спасибо По двум причинам Я хочу Пояснить Просто Во-первых Если это Действительно Ваша Личная Инициатива То побольше Таких людей Предмета Второе Вы даете Хороший пример Центру Государственного Языка Вот то Чем они Должны были Заниматься Вместо этих Многочисленных Проверок Это абсолютно Согласна Совершенно Просто точно И третье Вы даете Прекрасный Пример Того Как Надо Организовывать Вообще Мероприятия С минимальными Средствами Реально Минимальными Вы правы Что если бы это Организовывало Государство Это очень дорого Может быть Даже миллион Вот по этим Трем причинам Мне очень нравится Ваша Очень приятно Спасибо вам большое Да Поддерживаем Ольга Действительно Я стала говорить О слове Ответственность Что люди перестали Брать на себя Ответственность Что-то организовывать И вот Хорошо Когда такие люди Есть И кто-то из Слушателей Сказал Побольше бы таких Это может быть Диктант Это могут быть Разные другие формы Но это то Что Это не война Это то Что не разъединяет А это то Что должно Объединять И быть В общем Я очень надеюсь Что Эта инициатива Это еще и пример Допустим Для меня это важно Для моего сына Ему 18 лет Он учится Во второй гимназии И он мне очень помогал В этом проекте И в процессе Подготовки Он паковал коробки С бланками Ручками Он работал Это была работа В день диктанта В библиотеке Так что Надеюсь Что у него в душе Это тоже как-то Отозвалось Вот Я скажу свое мнение Я считаю Что этот диктант Это маленький праздник На фоне Многих языковых проблем Которые существуют В стране Я вообще считаю Что язык должен быть Поощрением Должен быть праздником Вот можно прийти Во французском городке К булочной И там будет Допустим Написано Я такое видела Что если вы Просто покупаете Багет Он будет стоить Полтора евро Если вы скажете Донэму алю багет Сельвупли Это будет Евро А если вы еще скажете Доброе утро Дайте мне пожалуйста Половинку багета И хорошего вам дня То это будет 50 центов И вот центру госязыка Конечно поучиться бы Вот такому отношению К языку Язык не должен быть Плеткой Он не должен быть Кнутом Язык должен быть Пряником Когда государство Делает из языка Кнут Никогда ничего Хорошего не получится И вот Олин Пример Это как раз Язык как праздник Когда это не делается За деньги Налогоплательщиков Не ложится Бременем на их плечи И можно себя попробовать А все же Вот мы хотели поговорить О проблемах Может быть Того что было На последнем диктанте И может быть Нам удастся К следующему году Помочь Оле Сделать еще лучше Всем миром Конечно Ну на самом деле Когда я говорила Проблемы Я пыталась Видимо не вышла Сказать это с юмором Просто мы в этом году Собираем все претензии Которые люди нам присылают По поводу диктанта Но это не претензии Это как бы пожелание Нет это претензии Нет это претензии Они вот ровно так же Как и слушатели Они в своем праве Они забывают опять же Что это частная инициатива И пишут например Почему были такие Неудобные ручки Они очень скользили Я не мог писать Почему автор вашего диктанта Нора Икстона Значит писатель Который вообще писать не умеет А ну вот Ирина знает Кто такая Нора Икстона Зачем вы взяли этого актера У него же полный провал с дикцией Ну и все подобные вещи Мы хотим естественно собрать Потом мы подготовим пост на фейсбук И ответим А по большому счету Вот таких проблем Кроме того что Одна дама Которая писала в Елгове Сказала что ей очень не понравился диктор Она считает что у него были проблемы с дикцией Я не знаю меня там не было Мы это выясняем А по большому счету Больше проблем не было Особенно хорошо что технических не было Я очень рада Ну вот хорошо Я мой вклад в ваш пятилетний диктант Это всего один единственный Когда я предложила Оле Помочь уговорить Гуну Зариню Читать ваш диктант Гуну лучше читала Ты знаешь я не могу сравнивать Читают диктант прекрасные актеры И собственно хорошая дикция Это их рабочий инструмент Вот я бы не стала Я плохо выговариваю буквы Р И еще некоторые буквы и цифры Поэтому я не могу читать диктант А актеры на мой взгляд Это делают великолепно Ну вот мне почему-то как преподавателю кажется Что диктант лучше читать учителю Потому что он знает Интонационно Что сделать Чтобы ученик услышал Там синтаксис Вопрос там У нас для этого репетиция Понимаешь Учитель это хорошо Но это мы возвращаемся в школу Вашего диктора еще должен поучить педагог Естественно И есть подопытные кролики Которым он читает Чтобы они Чтобы понять с какой скоростью Это нужно делать Где делать паузы Вот все как ты сказала Конечно Да я хочу сказать Что методически Сначала было очень правильно сказано Он объяснил Я прочитаю текст до конца Я буду читать по предложению Потом буду повторять Возвращаться и так далее Да Ну я не могу сказать Что претензия Но это существенно повлияло На расстановку знаков припинания Когда он в некоторых случаях И во втором прочтении Прочитал предложение по-другому С другой интонацией И с другим темпом А учите правила Да Конечно Ну и он пропустил одно слово В одном месте Это правда И потом Между прочим К нему вернулся Но это слово было Очень существенно Для расстановки знаков припинания Зато как грохнул зал На последнем предложении Там была фраза Такая очень юморная Если бы это диктовал учитель Ну было бы драйва меньше То есть у нас наверняка Есть заслуженные учителя Но все-таки Почему-то больше звезды Это актеры Не-не Я задаю вопрос Я высказала только Свою точку зрения Это же частная инициатива Вот кого хочу Того ставлю читать Ну очень интересно Так все-таки Вот это был праздник Такой праздник Так им говорили Который сделан нам самим Не только для латышей Для русскоязычных И многие русскоязычные Не пошли на этот праздник Что нам делать? Это их выбор Что нам делать? Это было предубеждение Это предубеждение Основано на неких реальных событиях Эти события происходят И давайте отдавать Дань существующему Что это все есть Как нам сделать так Чтобы Ведь вот Вопрос диктанта Это в том числе Правильно Вопрос внутренней интеграции Вопрос того Что может быть Мы и без государства Справимся Как-нибудь с нашими Этнолигвистическими проблемами В нашей стране Мне кажется наоборот Может быть шанс Привлечь больше Русскоязычных Или правильнее сказать Людей У которых Не латышские Родные Не латышские К этому диктанту Это ни в коем случае Не отдать его В лапы государства Да-да-да-да Я могу сказать Что все мои Русскоязычные друзья Это диктант писали В том числе Моя подружка Лена Которая живет В Норвегии Они правда Все смеются И говорят Что попробуй С тобой не напиши С тобой же тогда Уже дружить Ну я чуть не написала Которая учит Полгода всего латышский Но на самом деле Это их искреннее Желание И Насильно Мил не будешь Ну что тут сделаешь Ну наверное Больше Призывать Срекламировать Но если человек Как мы говорили В начале передачи Из принципа Вот он не будет Этого делать Из принципа Ну значит Не нужно Ну мы еще можем Говорить и о том Что Когда мы говорим Об учениках Мы говорим Вот этот гуманитарий А вот этот математик Ну этот математик Ну захочет он писать Неизвестно Почему нет? Нет Если он захочет Пусть он пишет Но никто не может Ну Обязать его Да Писать Хорошо что это Необязательная штука Да Вот это очень важно Мы же не ставим оценки Тогда можно я вам Посоветую Что надо сделать Конечно Сделать этот диктант Модным Мы пытаемся Модным Будет модно Вопреки государственной Языковой политике Ссорам Спорам На площадке Сейма Давайте сделаем Этот диктант Модным Вот у нас Вот у меня в России Сейчас не исполняет Государство Конституции Мы ведем Большие Воркшопы С молодежью Которые называются Конституция Это модно И у нас Молодежь Выходит На митингах Перед строем ОМОНа И читает Конституцию Потому что это модно Люди выходят На улицу И просто читают Конституцию Давайте сделаем Попробуем Совместными усилиями Ваш диктант Модным Ирина Что вы об этом думаете Я думаю Обязательно Надо пробовать Все что модно Оно всегда Хорошо развивается Да я хочу еще Оле предложить Она сказала Что будет информация На страницах Фейсбука Да Давайте попробуем Найти Или как-то Зафиксировать Тех людей Которые Не регистрировались У вас Но диктант писали Обязательно Да Это у нас уже В планах на будущий год Это было бы Наверное интересно Потому что мы получаем Много заметочек В том же Фейсбуке О том что А я писал на статуе Или покапил кофе Слушая радио Потому что у нас же Был эфир и на радио А в следующем году Я его хочу сделать На каком радио О Латвийское радио 1 Ух ты Это то чего нет С тотальным диктантом И у нас было в первый раз Была прямая трансляция По радио Чтобы все вот эти люди За пределами Риги Особенно старики и старушки Они могли включить радио Написать диктанта Это была инициатива радио У вас вот прямо Ну догадайся Латвийское радио 1 Это была моя инициатива Они меня поддержали Молодцы Я хочу пойти на телевидение В следующем году Да надо поддержать Надо И ассоциация преподавателей Мы тоже поддерживаем Конечно Все это слышали Замолю ассоциацию работой Да Ну все-таки Все-таки Звонков у нас больше нет Видимо мы слушателей Убедили в том Что они были неправы Я надеюсь Вы знаете Вы знаете я как президент Ассоциации преподавателей Русского языка и литературы Могу сказать что Ассоциация организовывает Много различных конкурсов Олимпиад Мы сейчас готовимся К олимпиаде по Русскому языку Да Для латышских школ И участие вообще Латышских школ Именно в наших мероприятиях Достаточно большое Если мы будем кстати Говорить о соотношении Процентности Вы приятно удивитесь Что это 60 на 40 60 это те которые больше Участвуют именно из латышских школ Даже русские не так активно участвуют Пишут сочинения По русскому? По русскому языку Да Участвуют в фотоконкурсе Мы участвуем активно В Татьянином дне Там есть ряд мероприятий Русский медвежонок Который прошел 15-го 14-го ноября Мы только закончили Собрали работы И каждый год тоже И я просто думаю Наряду со всеми мероприятиями Ну очень лаконично Впишется и этот диктант Насчет моды Которые ты упомянула Очень коротко еще хочу сказать У нас же в этом году Писали Брайлем Шесть человек Слепые писали И одна слабослышащая женщина Что меня тут же натолкнуло На мысль о том Что в следующем году У нас тоже будет официально Я предложу писать Слабослышащим и глухим Поговори со Светланой Иванниковой Она сейчас делает исследование Со слепоглуб Глухонемыми Большое Поговори с ней Обязательно Может быть у вас возникнут Общие идеи Спасибо Ну вот я думаю Что мы достигли цели Что привлекли Именно к этому диктанту Правда Оля? Я надеюсь Посмотрим Я думаю мы не только Привлекались здесь к диктанту Мы говорили о том Что вот ригоризм Вот этот принцип Он не всегда Ну не всегда правильный Иногда надо сделать шаг в сторону И посмотреть с другой точки зрения На то же самое явление По отношению к которому Ты был непримирим вчера Ну а что ж Сегодня пятница Погода у нас сумрачная Чуть-чуть сыра в воздухе Но в преддверии праздника Вечер Накануне праздничных дней Ведите себя плохо Отдыхайте С праздником всех И до следующей недели